Привет! Всем привет! Хорошего дня! Итак, мы сейчас встречаемся здесь, в моём прямом эфире, с замечательной, чудесной, молодой актрисой, у которой уже 70, а то и больше, киноработ, у которой огромная армия фанатов, свой фан-клуб, можно сказать, с Виталией Корниенко. Актрисе 10 лет, ей исполнилось не так давно, но мы поговорим и об этом, поговорим о киноработах и, конечно же, о проекте «Лёд-2», благодаря которому Вита открылась для большого, широкого зрителя. Теперь мы имеем удовольствие её знать и следить дальше за её творчеством. Сейчас я попробую подключить Виту. Так, 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 оп! О-о-о! Привет! Привет! Привет, красотка! Привет! Как твои дела? Хорошо, а у тебя? Тоже хорошо, нормальненько, так, справляюсь. Проходит? Как что проходит? Это моя изоляция. Ты знаешь, хорошо проходит, благодаря тому, что я встречаюсь вот с актрисами, актёрами, с тобой вот встречаюсь, мне есть поговорить, с кем поговорить о творчестве, об искусстве, и всё не так тревожно и не так грустно, как могло бы быть. Скажи, а как твоя самоизоляция? Я знаю, что у тебя, кажется, был день рождения. Да, моя самоизоляция хорошо, общаюсь с друзьями, сейчас усиленно начала играть на укулеле, занимаюсь английским языком, потом ещё занимаюсь спидкубингом. Что это, что это? Спидкубингом, это кубики-рубики. В смысле, ты их собираешь? Да. Вау, это же какая-то особая форма мышц. Я собираю пятёрку, чуть пока собираю. Класс, вот это круто. А ты занимаешься с кем-то специально? Ну, то есть у тебя есть какой-то педагог, или ты по книжкам вместе с мамой? По Ютубу. По Ютубу. Вот, я, ты видишь... А ты, друг, научила двушку, трёшку, кстати. Вообще, очень круто. Это же как-то очень развивает крутое мышление. А? А четвёрку и пятёрку я по Ютубу учусь. Вообще, я восхищена, Вита, я восхищена. Расскажи мне, пожалуйста, а как твой день рождения прошёл? Ты сказала, что ты общаешься с друзьями. Это значит, вы общаетесь с друзьями в формате Zoom или в каких-то вот этих конференциях. По скайпу, да? Мой день рождения прошёл просто бомбически. Ты серьёзно? Я целый день общалась с друзьями, а под конец уже сказала мне, мама, я устала общаться. И ещё вчера продолжился день рождения. А кто тебя поздравлял? Вот скажи, это твои одноклассники, да, с которыми ты уже какое-то время не видишь? Нет, все мои друзья, все мои родные. И было столько поздравлений, я даже не знаю, сколько. Слушай, я, видишь, только сейчас имею возможность тебя лично поздравить и тебя особенно поздравляю, потому что мы с тобой уже не первый раз вместе работаем. Мне очень нравится то, что ты делаешь. И тем более, если кто-то не знает, то Вита — это моя кинодочь. В проекте «Лев Яшин вратарь моей мечты» ты была, конечно, крошкой. Ты, наверное, ты меня не помнишь, да, или помнишь? Вот как ты? Помню. Помнишь? Серьёзно? Ты помнишь, что это один и тот же артист? То есть ты можешь ассоциировать, что кажется, в каком-то проекте это была моя киномама, а это был мой кинопапа. Ну, понятно, что тебе уже 10, и ты уже запоминаешь? Я помню то, что Сэша Фокин был кинопапой. Да, он щекотал тебе пяточки. Ты не помнишь? У меня есть такое чудесное видео, которое я никак не могу твоей маме передать, когда ты лежала на нём, а он щекотал тебе пяточки, и ты там что-то клубочком каталась по нему. Это было очень трогательно. Скажи, пожалуйста, у тебя вот за плечами такая крутая вообще работа. Ой, я уже, знаешь, с дня рождения я решила перескочить сразу к кино. Ну что, мой, уже день рождения, это я поняла. Скажи, а кто-то был значимый, кто тебя поздравил? Ты такая, блин, как классно, что он позвонил. Не знаю, по-моему, это были все-все-все. То есть ты рада была всем-всем-всем одинаково? Чего-чего? Одинаково была рада всем-всем-всем? Не было такого, что ты очень ждала, знаешь? Да, было безумно много звонков. Особенно рада я была маме, потому что она всё время со мной и моей сестре. Класс. А сестра тоже была с вами, или вы как-то по связи, по видеосвязи, по телефону? Мы по видеосвязи тоже созванивались. По видеосвязи. А скажи, она сейчас где-то далеко, у неё какая-то тоже актёрская карьера. Чем она занимается? Да, она тоже актриса, и сейчас поступает. Ну, получается, карантин пока не поступает. Пока не поступает, но скоро будет поступать. Очень круто. Она, конечно, тоже красотка. У вас такие имена. Скажи, вот у вас имена Вероника и Виталия. И мама. Это всё так мама придумала, да? Да, мама придумала. И у нас очень необычная семья получается с необычными именами. Это правда. А у тебя много вообще одноклассников, друзей с такими особенными именами? Просто у тебя вид, вроде кажется, знаешь, ну, не так сложно. Когда ты говоришь Виталия, это уже как-то прям вот особенное что-то. Ну, одноклассников, по-моему, нет с необычными именами. Ну, то есть все Маши, Маши, Саши, Маши, Саша, да, Женя. То есть нет, не знаю, там, какого-нибудь сложного имени, сложно сочинённого? Ну, были, по-моему, но они ушли из, значит, школы, но я не помню таких, что были. Ну, в общем, ты особенная ещё не потому, что ты просто ещё актриса, да? Ещё имя у тебя такое прям необычное. Звёздное имя. Это класс. Скажи, вот у тебя был большой проект. У тебя было несколько больших проектов, но мы поговорим про тот проект, который стал для нас всех открытием. Тебя вообще теперь все знают, кто такая Виталия Корниенко. Ой, ой, застеснялась. Это, конечно, проект «Лёд-2», в котором у тебя, ну, главная роль, главная женская роль. И сколько вообще, вот как ты проходила кастинг? Расскажи, ты, я знаю, что ты до этого, мы с тобой встречались уже в проекте у Жоры Крыжовникова «Звоните Ди Каприо», и там познакомились. А всё-таки кастинг был? Ты проходила кастинг? Сложно ли это было? Или уже легко, и ты знала как бы режиссёра, и уже было не так страшно? Да, получается, я уже знала режиссёра, знала Сашу, и ещё, по-моему, до Льда или после Льда мы с Сашей были на кинотавре, и потом ещё был «Золотой орёл, синие птицы», то есть, получается, с Жорой, Сашей, и тобой я уже была знакома. И, получается, с Надей ещё была знакома. Но я много там с кем была знакома, и да, конечно, был кастинг, я помню, было очень-очень-очень много людей, ой, детей, да. И людей-детей, да? Людей-детей. И, получается, выбрали меня, не знаю почему, но я очень рада, что меня выбрали. Спасибо. Ну и мы как рады. Вот. А скажи, этот кастинг, у тебя были парные пробы? То есть, ты уже пробовалась с Сашей Петровым вместе? Вы играли какую-то... Ты можешь вспомнить, какая это сцена была? Это была лёгкая сцена, или это была ваша тяжёлая, где-то драматическая сцена? Вот как тебя пробовали? Да, я помню, были парные пробы, и одиночные были, но не помню, какая сцена была, потому что это когда было-то... Когда мне ещё было восемь. Это не было. Это ещё восемь было? Слушай, ну это как две жизни назад, если честно. Когда тебе десять, а это было восемь, это же вообще... Ну правда. Или восемь, начали сниматься, получается, с восьми и перешли в девять. И во все твои девять целиком ты посвятила это проекту «Лёд-2». Получается так, да? Да. Слушай, а я знаю, что мы с тобой делили, можно сказать, лёд в одном катке ледовом, и мы с тобой... Ты заканчивала заниматься, я начинала, или наоборот, то есть мы друг за дружкой шли в таком режиме. Расскажи, пожалуйста, ты, конечно, достигла... Ну надо сознаться мне, зрителям, что мои успехи были не такие фантастические, как были у Виты, потому что Вита очень гибко, очень быстро это всё впитывала, и ты уже начала делать какие-то трюки. Вот расскажи, вот эта подготовка к катанию, к тому, чтобы быть фигуристкой, сыграть фигуристку, всё-таки начинающую. Так, ты мне чуть-чуть висишь. Так. Приём, приём, приём. Ну всё, подвисли мы. Ты здесь? Да. Теперь. Ура. Просто я как раз хотела тебя поспрашивать про эту подготовку ко льду второму, сколько ты занималась, каких успехов ты достигла, а я знаю, что успехи очень крутые, потому что это не то, что я по бортику, когда пыталась. У тебя вообще есть уже какие-то свои, как это правильно называется, не трюки, Вит, поскажи мне, как это называется, когда какой-то вот сложный элемент. Элементы, трюки, да. Но я вообще, когда начались тренировки, я забыла, что такое кататься на коньках, потому что я, когда была маленькая, я тоже каталась на коньках, но я училась, но я только по бортику, за ручку, а так первый раз встала на Байкале без ручки. На Байкале, то есть это у вас был иркутский вот блог, когда вы снимали все сцены на озере, и ты там первый раз поехала уже сама. Это были просто ощущения такие невероятные, потому что ты едешь, тебя сдувает ветер до спины, и ты как-то едешь, и не понимаешь, что ты едешь. Или тебя везет что-то. Да. Класс. А там красиво, расскажи, я просто никогда там не была. Расскажи, насколько вот еще красота природы вот тебя впечатлила. Ты первый раз была? Да, я первый раз была на Байкале, я безумно хотела туда попасть. Получается, благодаря группе я туда попала. Там безумно красиво. И правда, прозрачная вода, вот настолько, вот ты можешь прям посмотреть. Да, там огромный слой льда, и мне очень понравились вот эти вот трещины, как ты ложишься, слушаешь, и он так трещит, и очень классно. Вот ты даже говоришь, у меня мурашки пошли. Да, это безумно круто, и мы с продюсером, мы взяли у него, не знаю, как называется, такая огромная, не знаю, бур, да, бур, мы сверлили лед. А, это вот эта штучка, которую ты просверливаешь? И насколько вы сверлили? Мы просверлили до воды, и когда мы вынули его, то вода полилась изо льда немножечко через дырку. Ничего себе. И я помню, некоторые сразу на конченке подбежали к нам. То есть она настолько чистая, что ее можно пить? Да. Слава богу, что до сих пор сохраняется такое большое чудо, как Байкал, и что есть такая возможность, такие запасы питьевой воды. Это, конечно, потрясает, что тот самый лед и та самая вода, по которой мы ходим или мы купаемся, что она настолько качественная, что ее можно пить. Это, конечно, очень круто. Расскажи, пожалуйста, еще немножко про лед. Вот ты каталась, у тебя был Иркутский блок, ты встала первый раз, классно очень писала свои ощущения, и потом мы с тобой встречались, как раз начался период и моей так легких обучений, значит, такое катание, фигурному катанию, и это уже было конец лета, наверное, середина лета и конец лета, и у тебя с каждым разом, с каждой тренировкой ты наращивала свои успехи в этом. Вот ты, получается, плохо помнила, как стоять, встала на лед, потом, благодаря тренировкам, я уже видела просто такое, что ты творишь во время тренировок, то есть ты уже едешь, какой самый сложный элемент, который тебе сложнее всего давался, тебе не было страшно их изучать, все-таки они, ты могла падать, могло быть там больно, вот у тебя не было какого-то страха в изучении вот этих элементов? Нет, мне не было больно, бывало то, что я падала, ну, все падают, и получается, ну, нет, по-моему, таких не было, которые супер-пупер сложные, а когда я вставала только на коньки, мне было очень страшно, потому что когда, если ты упадешь, будет какая-то травма, сразу вылетишь из проекта, но получается, надо было максимум тренировок, чтобы научиться максимуму элементов, да, то есть нельзя было еще подвести съемочный процесс, потому что любые травмы у артиста, они, конечно, влияют на тот проект, который уже запланирован, расписан, слушай, ну, в этом вопросе тебе, конечно, надо сказать большое спасибо, потому что ты очень профессионально к этому подходишь и очень ответственна, ты вообще получила, я тебя слушаю, и думаю, знаешь, что мне нужно, у тебя еще будет многому получиться, слушай, расскажи, пожалуйста, про ваш контакт с Сашей, у тебя был проект «Звоните Ди Каприо», в котором ты была не Сашина дочка, а дочка Андрея Бурковского, и ты все равно, он приходил, ты знала, что он дядя, ну, там по сюжету было, и вы еще вместе вели церемонию на Кинотавре тоже, Саша, то есть уже складывались дружеские отношения, вот скажи, здесь такой вопрос, он, конечно, каверзный от зрителя, но тебя спрашивают, какой папа тебе ближе, папа Андрей Бурковский из «Звоните Ди Каприо», или папа Саша Петров из «Льда Второго», потому что все-таки у тебя такая, знаешь, ну, известные два проекта, в котором у тебя два замечательных папы, вот с кем у тебя получилось подружиться, вот чисто человеческие. Я не могу говорить, они оба хорошие по-своему, Саша безумно классный, Андрей безумно классный, и я не могу выделить определенного, и в принципе, у меня было много кинопап. О, да, кстати, у тебя же огромное количество киномам, кинопап, уже можно и запутаться. И все безумно просто классные, и я так не могу выделить. То есть ты со всеми находишь коммуникацию, контакт, и на самом деле строишь такие дружеские отношения с любым из своих кино-родителей, как это правильно сказать? Ну да, я со всеми нахожу контакт, со всеми интересные, я только не могу выделить. А скажи, а что для кино, вообще для других своих работ, что еще тебе приходилось осваивать? У тебя такая большая работа над фигурным, над освоением фигурного катания для Льда Второго, вот есть у тебя еще, я не знаю, вот я каталась на лошади, училась сидеть хотя бы в седле, знаю, чтобы это было, ну, естественно, выглядело. Я училась, да, не для Льда, не для Льда, это для других проектов. Да, училась кататься на лошади, что еще? Ну вот про коньки ты знаешь тоже. Что-то я еще учила? Ну то есть у тебя есть какие-то вот умения, которые тебе нужно было для какой-то конкретной работы, или все-таки вот фигурное катание, это вот самое главное, чего ты освоила? Ну, получается, вот таких вот физических нагрузок у меня не было, а так было много трюков, получается, я... Ты сама их делаешь? да, я просто обожаю выполнять трюки, и все время, когда говорят на съемочной площадке, то, что, так, тут надо будет сделать трюк, видишь, ты смотришь и такая, да, я, я хочу, 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 и прям, я просто обожаю делать трюки, и у меня было много таких, когда я падала в горную реку в декабре, и когда мне несли греться, я кричала, я хочу купаться, потом еще, когда падала в овраг, меня толкала собака, но ты была на тросиках, у тебя была страховка вообще какая-то? Нет, нет, ну, то есть ты отчаянно сама выполняешь, если надо, то ты как Джеки Чан, получается, и как Ди Каприо, Брэд Питт, в общем, все известные голливудские актеры. не так, конечно, но бывает иногда, но когда, вот, например, с третьего этажа я вылезала с балкона по простыне, по связанной, ну, это, конечно, был на тросах, и был сильный ветер, и я так, так как я легкая, меня сдувало на этих тросах. Ты не представляешь, меня сильным ветром меня-то сдувает, а уж тебя. Ну, класс, слушай, ну, очень здорово, что все так у тебя происходит, что ты столько осваиваешь, и для тебя это вообще является каким-то, ну, частью профессии, потому что я, ты знаешь, уже ненамного решаюсь, потому что бывает, что у меня просто уже включается страх какой-то, знаешь, внутренний, который уже сложнее преодолеть, поэтому классно, что ты это все делаешь сама. у меня нет такого. Да, это супер. И на самом деле, я просто для наших зрителей скажу, что, конечно, все это происходит под большим контролем съемочной группы, что все супер безопасно, и всегда делают только то, что реально актриса сама хочет и может сделать, что никто, конечно же, никого не заставляет и не неволит. Но это просто для тех, кто не знает о том, как происходит съемочный процесс. Слушай, а скажи, какая первая твоя съемка, да, вот киноработа, которую ты помнишь? Вот все-таки есть период, который, знаешь, там помнит мама, мама вообще помнит все, это понятно, мама всегда рядом, мама всегда помогает, но тем не менее, вот там тебе, не знаю, четыре, ты, понятно, помнишь плохо, тебе шесть, ты там что-то уже помнишь, тебе восемь, ты помнишь уже хорошо, или там десять, уже понятно, это сегодня, ты уже прекрасно помнишь. Вот какая первая работа, которую ты прям помнишь, как ты снималась? Ну, я помню, по-моему, все работы, не запоминающиеся. Даже с маленького возраста, когда это была крошка? Первый фильм, это мне только исполнилось два годика, это была короткометражка «Макарошка». Я помню, как режиссёрша сидела в кустах, чтобы мы не обращали внимания, а мы бегали с Макаром и выполняли задачи, она снимала нас из кустов. И помню, как мы с моей сестрой Минькой сидели между кадрами и что-то делали в планшете. Ты всё помнишь, хотя тебе было два. Ну да. А скажи, а у тебя вот, ты сказала, вы бегали там с Макаром, и у тебя, допустим, «Звоните Ди Каприо» в фильме есть сестра Марта, Марта известная тоже актриса. Вот скажи, у тебя складываются дружеские отношения? Ты знаешь тех ребят, которые тоже с тобой снимаются? Понятно, это помимо партнёров, но ты следишь за успехами, может быть, общаешься с ними, вы созваниваетесь. Да, мы общаемся, созваниваемся с ними, и да, мы с ними дружим всё время, разговариваем. А скажи, о чём вы разговариваете? У вас там, я не знаю, про музыку, про кино. Но вот что ты, например, любишь из музыки? Я знаю, что пока мы снимались с тобой вместе на льду, на льде, в общем, на нашем проекте «Лёд-2», так скажем, что всё время у тебя из вагончика, из актёрского вагончика играет какая-то музыка, и ты в таком, знаешь, в таком настроении классном на площадке. Вот расскажи, какая музыка, вот что ты любишь, что повышает тебе настроение? Любишь ли подпевать? Есть ли у тебя какие-то исполнители, может быть, которых ты такая, ой, классная песня, и вы с друзьями, не знаю, слушаете это для удовольствия? Ну, у меня много любимой музыки, но я больше слушаю не русских исполнителей, а иностранных, например, Imagine Dragons, я обожаю их, по-моему, я знаю все их песни. Само сойти. И ещё мне нравится Chiron, но у меня их очень много, мне кажется, я даже не перечислю всех. Я, например, если по радио играет какая-то музыка, и я еду в машине, я начинаю подпевать, если я её знаю, а если не знаю, то я слушаю, потом, когда она второй раз играет, то я уже подпеваю. То есть ты быстро очень запоминаешь и текст, и мелодию, да? Ну, текст иногда не запоминаю, но просто мелодию, да, мелодию, да, запоминаю. Класс. А скажи, у тебя есть какое-то музыкальное образование, или, может быть, вот ты говоришь, что ты занимаешься английским, тем, тем, тем. Вот у тебя музыкального класса не было с детства? Нет, я не ходила в музыкальную школу, но я занималась вокалом. Я даже знаю, для чего ты занималась вокалом особенно. Ну, да, и для льда, и до льда я тоже занималась вокалом с преподавателем, а для льда, получается, мне дали специального тренера, и я ходила на тренировки, получается. То есть у тебя, так или иначе, ты уже знаешь, как там распеваться, как владеть голосом, у тебя уже как бы это знание есть, благодаря съёмкам? Ну, и благодаря съёмкам, и благодаря маме, потому что мама тоже музыкальная. Ого! Я знаю. А мама, у вас есть дома какой-то музыкальный инструмент, на котором вы можете что-то сыграть, там, не знаю, пианино? Да, пианино есть. Пианино. И, получается, у меня ещё вон укулеле лежит. И укулеле, точно, ты же говорила про укулеле. То есть ты сейчас осваиваешь этот музыкальный инструмент? Ну, да, учусь на ней играть. Когда мне только её подарили, я так редко на ней играла. А сейчас, получается, карантин, есть свободное время, и получается... Есть возможность освоить. Я усиленно начала на ней играть. А ты сейчас... Вот тебе подарили на день рождения. Это подарок от родителей, или это вот на дню рождения укулеле у тебя появилось дома? Укулеле мне подарили на... Три года назад, по-моему, на Новый год. Ага. А ты сейчас можешь что-нибудь, ну, сбацать? Я умею только одну песенку играть на укулеле, я её в спектакле у себя в театре играю. Можешь ли ты там что-нибудь на... Если чуть-чуть ещё кадр, я бы тебя видела, то ты чуть пониже камеру. Ага, ага. Ещё чуть-чуть. Ого, так. Где-то там укулеле прячется, видимо. Вот она. Спасибо, что показала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вита. У меня сейчас с голосом. Нифига себе с голосом, ты блестяще спела. Мне очень понравилось. Чего у тебя с голосом? Вообще ничего не слышно. Просто классно. Очень. Ой, даже я, знаешь, как-то... Спасибо. Заслушалась, заслушалась. А у вас есть какие-нибудь музыкальные инструменты? Ну вот в чём проблема, вид. Нет. И ты знаешь, из детства я ничем не занималась. У меня как-то было в семье не принято осваивать музыкальные инструменты. У меня никого нет музыкального. И не было дома ни пианино, ни гитары, ничего. Никто ни на чём не играл. Поэтому мне пришлось только уже в театральном институте, знаешь, вот первый раз знакомиться с тем, как владеть голосом, что можно что-то напевать, что можно на чём-то играть. Поэтому я до сих пор, видишь, это не освоила, но тебе у тебя очень клёво получается. А в институте вы на каких-нибудь инструментах учились? Так, я тебе скажу, я что-то должна была на пианино так вот, знаешь, наигрывать. То есть это не то, что я красиво должна была прям сыграть, да, но какую-то мелодию наигрывать должна была. Не помню, может быть, или для спектакля, или для кино. Сейчас уже сложно вспомнить. Но в спектакле «Великолепный рогоносец» у меня есть такой спектакль. Чуть-чуть ты подрастёшь и приходи на спектакль. Там такая тема, там просто про любовь. Ой, класс, я буду тебя очень ждать. И там в начале, в самом начале спектакля открывается занавес, я сижу посередине, я такая, знаешь, там ванилька, девочка-ванилька. У меня там такие кудряшечки, я в белом таком, как не розовом, воздушном такой маечке, платьице. И я сижу играю на укулеле. Вот для этого мне пришлось освоить, как тебе. Круто. Но я в таком режиме, как ты, я не напиваю. Я там, знаешь, всё, я всё сижу, а мне это сложно даётся. Я, видимо, не очень музыкальный человек, но я там как-то пытаюсь, пытаюсь попасть в нотки в онлайн-режиме, прям перед зрителем на сцене. Слушай, а скажи, вот я про театр начала говорить. Ты бы хотела когда-нибудь, вот так, в качестве фантазии, играть в театре? Не знаю, мне кажется, до этого ещё мне далеко, пока только третий класс. Но, тем не менее, ты знаешь, я в школьных лет всё равно так или иначе в школе, на кружках, на выступлениях прикасалась к театру. То есть ты, например, выступаешь в «Синей птице», у тебя сидит живая аудитория, живые там зрители, и жюри это тоже как зрители. И это же совсем другое ощущение, нежели в кадре. В кадре там группа людей, съёмочная команда, да, мотор, команды, и ты как бы сосредотачиваешься и работаешь там на той реплике, на той сцене, и вдруг «Синяя птица», например. Или ты вела и была ведущей на некоторых церемониях, да, ты уже знаешь, что вот они живые зрители, и я здесь и сейчас. Вот тебе понравилось? Это же, ну, кайфовое какое-то ощущение выступать. Какое-то другое ощущение, не так, как в кино, получается, в кино. Там же можно делать, если ты сделаешь что-то не так, то можно сделать следующий дубль и выберут либо его, либо ещё какой-то другой. А получается вот на церемониях или в чатах, ну, я в чатах не была, но там тоже, получается, там с одного раза всё надо здесь делать. И я не знаю, но «Синяя птица» — это просто бомбическое ощущение, когда очень много людей, и ты чувствуешь их эмоции, чувствуешь, как они смотрят на тебя, и это просто безумно. С тобой согласна вообще, я с тобой согласна. Мне кажется, в этом и есть радость того, чтобы заниматься театром. Согласись? Ну, я надеюсь, что мы тебя увидим и на театральных подмостках, когда чуть-чуть ты подрастёшь. Вот частый вопрос, который тебе задают. Мешает ли учёбе твоя большая, такая серьёзная кинокарьера? Нет, не мешает. А когда ты успеваешь во время, ну, всё равно, допустим, съёмочный день, может попасть на утро дня, когда у тебя есть уроки в школе? Ты дистанционно привыкла их делать или ты всё берёшь на домашку, или мама помогает? Вот скажи, как происходит совмещение школы, учёбы? Получается, если съёмки вечером или днём, после двух часов, то я иду в школу. Ну, а если съёмки утром, то это бывают иногда выходные, то всё равно я все уроки прохожу дистанционно, то есть прохожу тему, которую они проходили в школе, ну и домашние задания я делаю. Если съёмки, я делаю домашние задания на съёмках. В перерывах, да? Да, в перерывах между кадрами, между сценами. Ну, мама тебе в этом помогает, чтобы это всё соединить? Ну, то есть ты же, ты понимаешь, что у тебя там много уроков, и мама тебе как-то помогает, да, сориентироваться. Так, сегодня нужно делать, не знаю, природоведение. Или там есть такой предмет, как природоведение? Нет, у меня окружающий мир. Вот, точно, точно. Я знаю, что природоведение, естествознание и общество знания, по-моему, это один и тот же предмет. Но у нас окружающий мир называется. Пока. Ну, ничего, попозже будет, наверное, они как-то, по-моему, меняют название с окружающего мира, да, общество знания. Ты права, абсолютно. То есть тебе это не мешает, ты не устаёшь. Вот нет такого, что, знаешь, после школы, часто всё равно, ну, школа и большая нагрузка, ты не чувствуешь такого, ой, как хочется, я не знаю, поспать или там, а тебе смена. Вот тебе не бывает такого, то есть у тебя полно энергии, ты всё время... Да, у меня всегда полно энергии, когда я прихожу из школы, я говорю, так, мам, пойдём сейчас туда-туда-туда-туда, а потом на съёмки, а потом я сделаю ещё вот это, вот это, вот это, и потом уже спать. Да, я поняла, что сон, ну, это, значит, не твой фаворит. Сначала ты всё делай, всего, а потом ты выбираешь сон. Класс, классно. Скажи, какой-то у тебя помнится весёлый момент со съёмочной площадки, я не знаю, самый трогательный, может быть, самый забавный момент, тебя как-то, не знаю, поздравляли. Вот есть же такая традиция у актёров по окончанию проекта, знаешь, когда актрису провожают и громко говорят в рацию, закончился... Ну, вот если смотреть про смешные моменты из «Лёд-2», то это вообще просто безумно комфортно с ними, они очень заботливые. А так смешные моменты были, очень много было, но один из них, например, как Жора, например, говорил типа «Круто, безумно круто!» Дубль. Да-да-да, когда ты такой «Безумно круто!» Но дубль. Да, и очень много было смешных моментов. Точно. Безумно тёплая, безумно заботливая группа, и я очень по ним скучаю, и получается, пока мы увиделись только с тобой, и недавно виделись с Сашей, и очень хочется увидеться, хочется... Не говори. Ну, скажи, ведь скоро у тебя, ну, мы надеемся, что скоро закончится самоизоляция, закончится карантин, и у тебя будут дальше проекты. У тебя есть какие-то проекты, в которых ты снималась, но они ещё не вышли, и они вот-вот выйдут там по телеку. Я знаю, что у тебя сейчас Джульбарс идёт, да? Правильно я ударение поставила? Джульбарс. 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 Вот, что сейчас это только-только вот прошло или ещё идёт, правильно? Нет, он уже закончился по телевизору, но, может, там повторения всякие делать, не знаю. Закончился по телевизору. Вот у тебя есть ещё какие-то проекты, которые ты ждёшь выхода на экраны, вот там в телеке или в кино, в сериалы, может быть, какие-то? Да, да, есть такие, но пока... Где тебя можно будет посмотреть? Нельзя ещё пока говорить. Нет. Ах, вот ты какая, ну, правильно, правильный маркетинг, это тоже очень важно, всё, ты молодец, очень ты профессионально. Расскажи, пожалуйста, ещё пару слов про то, как, мне интересно, ты очень тонкая актриса. Есть такой, я с тобой разговариваю как со взрослой, уже извини меня, но, тем не менее, есть такая, как бы, тонкая актриса, это которая очень чувствующая, очень внимательная, да, к чувствам партнёра. И у тебя всегда вот есть трогательная актриса, он ещё, может быть, разочек собьётся. У тебя есть такие трогательные сцены, где ты плачешь. И ты, я знаю тебя, я знаю, как ты это всё сама делаешь из своего внутреннего мира, и особенно это всё мы видели на «Синей птице», когда ты читала стихотворение в режиме вот так вот целиком, да, перед зрителем просто вышло, грубо говоря, с одного дубля, ну, про то, что мы с тобой говорили. И у тебя там рождение слезы на таком вот, как бы, ну, крутом материале, непростом материале для девятилетней девочки, как это происходит? Скажи, вот, как ты впускаешь этот материал в себя, что тебя трогает, когда ты понимаешь, что вот нужно в кадре плакать, ну, нужно, знаешь, там, не знаю, сцена такая-то, ты легко в это вбрасываешься? Или у тебя есть какой-то момент, что ты настраиваешься? Или у тебя просто драматургия в тебя заходит, и тебе действительно становится грустно, и рождаются слёзы? Вот, расскажи про этот процесс, он очень интересный, у каждого свой. Не знаю, как я это делаю, но просто, наверное, я выживаюсь настолько, вот, например, в «Барона Минхаузена», я разобрала этот текст, про что он, и, то есть, он у меня остался в голове. И, получается, как-то прочувствовала я его. Класс, правильно, очень круто ты говоришь. А мама тебе помогает? Вы же вместе с мамой разбираете материал, вы вместе работаете, да? То есть, мама – это как твой такой коуч в какой-то степени, да? Это классно. Я хочу ей сказать большое спасибо. И я хочу ей сказать твоей маме большое спасибо за тебя. Да, она мне помогает, например, когда мы разбираем текст, то, да, она мне помогает, объясняет немного его. Когда, например, учим текст, то, если это какой-то фильм 18+, и, например, проходим пробы, и только сцены самой, то и надо прочитать текст, то мама его читает и рассказывает вкратце мне. А если это не 16-18+, то я читаю его сама тоже, и мы вместе с мамой его разбираем, получается. Понятно. Очень круто. Кстати, я об этом не думала. Видишь, ты мне рассказываешь такие важные моменты, что если действительно у материала существует какой-то возрастной ценз, то тебе есть мама, которая тебя адаптирует, пересказывает и, в общем, вводит тебя в курс дела, минуя контакт с этим материалом напрямую. Очень вообще вы большие молодцы. Слушай, Виточка, спасибо тебе. Ты знаешь, что наш эфир длится как вообще со взрослыми? 40 минут, мы с тобой болтаем, и я бы с тобой еще разговаривала и разговаривала. И я бы тоже. Дела, дела. Я тебя дико рада видеть. Я тебя еще раз поздравляю прелесть днем рождения. Я очень-очень очень скучала, хотела тебя увидеть. И, наконец-то, встретились. Не говори, не говори, ты моя кинодочь. Спасибо, Марина, за то, что позвала. Я счастлива. Тебе спасибо. Я тебе хорошего дня желаю. Маме большой привет. Спасибо, что ты собралась. Я рада тебя видеть. Ты красотка, расти. И я надеюсь, что мы увидимся скоро-скоро. И вообще классно. Да, я тоже надеюсь, что этот карантин закончился и увидимся. Сходим куда-нибудь. Да. Давай. Целую тебя. Пока-пока. Спасибо. Пока. Пока-пока. Пока. Ой, я Витту отключила на самую интересную какая-то фразу. Была у Витты. Простите меня, друзья. Это так произошло. С нами была сумасшедшая, прекрасная, молодая актриса, будущая отечественного, а то и мирового кинематографа, Виталия Корниенко. Умница, красавица, трудоголик, профессионал. И просто чудесный, чудесный ребенок. Вундеркинд. Спасибо вам, что были с нами. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok